Доброго времени суток. Сейчас максимально важный и интересный будем освещать вопрос. Этот вопрос касается исследования иммунитета у клеток грибов вешенки, которые я провожу у себя в лаборатории. Для того, чтобы понять о чем идет речь, специально внизу у меня будет ссылочка, где на гугл диске вы можете найти материал о таком понятии как иммунитет. Он будет относиться немножко из другой темы. Это будет тема о наличии, это более исследованный вопрос. Он будет просветлять тему иммунитета, туберкулеза у людей. В этом материале вы узнаете очень много полезного материала о том, что такое вообще является иммунитет, что какое-то отношение к нему имеет статистика о вариантах и вариациях, которые проводят исследования. А каким краем это будет все относиться к нашим исследованиям, я сейчас попробую объяснить. Значит, преамбулой, для того, чтобы понять о чем речь идет именно здесь, внизу пройдите по ссылочке, скачайте вот этот документик из гугл диска и там прочтете относительно иммунитета по туберкулезу. Если вы уже прочитали этот материал, то я вам продемонстрирую некоторые занимательные явления. Продолжение следует... Скажем, саму идею, или, как бы сказать, программу. Вот видите, какие же ужасные у нас тут происходят вещи. Давайте попробуем все-таки эти ужасные вещи. Ну, давай, давай, давай. Никак не хочет почему-то фокусировать. Значит, вот в этой банке находятся абсолютно все вот эти зеленые культуры. Это все... Это бактериологическое сброя для... Украинское сброя. Это оружие. Да, бактериологическое оружие, что у нас здесь только нет. Вот, это черные актиномицеты здесь находятся. Здесь мы видим пенициллины, очень хорошие, активные. Здесь мы видим триходермы. Здесь мы видим вообще какую-то белую фигню, которая даже цвет не меняет. Это мы даже не знаем, что это. Может, это куда-то вешенка туда запрыгнула. Понятия я не имею. Это здесь вообще непонятно что. Это какой-то японский опенок, японский городовой, который мы что-то с ним возились, потом бросили. Значит, вот такое. Значит, полностью бракованные пробирки. Почему я не выбрасываю эти пробирки? Значит, в общении с Юрой Быстровым я должен озвучить эту личность. Мы часто с ним переписываемся. И вот в одной такой из переписок он рассказал об очень интересном опыте, когда он на... У него не было возможности взять... Ну, это все большие открытия делаются именно вот таким вот образом. У него не было полноценной соломы. И для приготовления отвара или агаровой среды он использовал солому, которая была сильно заражена инфекцией. Значит, он приготовил агаровую среду и увидел какие-то удивительные результаты. Вот такие вот результаты его исследований меня подтолкнули к тому, что вот все эти агаровые среды, все эти культуры в дальнейшем будут проделаны следующие манипуляции. Они все содержат клетки именно возбудителей. Там есть и споры, есть фиетирующие клетки. Значит, мы будем поддавать их очень сильной термической обработке на протяжении очень длительного времени, для того, чтобы постараться множественными способами, то есть уничтожить жизнеспособность вообще вот этих клеток. В дальнейшем, после того, когда это будет проделано, есть надежда, что мы все-таки добьемся того, что она будет уничтожена. Может быть, нескольким дробным стерилизованием или так дальше будут отложены контрольные пробирки, контрольные чашки ПЭТРИ, в которых мы будем наблюдать, насколько полноценно мы провели те манипуляции, которые мы будем над ними делать. После вот этого издевательства над этими материалами, если в дальнейшем те среды агаровые, которые у нас получатся, будут чистыми, они однозначно будут содержать клеточные материалы вот всех этих патогенных возбудителей. То есть мы будем знакомить наш мицелий вешенки с применением контрольных групп, мы будем знакомить его с обрывками, то есть или какими-то остатками ДНК, что там у них остается еще в этих клетках, то есть какие-то клеточные структуры, будем знакомить с нашими мицелиями вешенки. И в дальнейшем будем изучать, какие свойства приобретет тот мицелий, который вырастет на этих средах. В дальнейшем при параллельном посеве уже на блоке мицелия, скажем, полученного вот таким способом из этих чашек, и мицелия, который будет выращен в полноценных чистых условиях, мы попробуем проследить, есть ли доказанная какая-то вероятность того, что мицелий, выращенный вот на таких вот средах с разного рода, мертвым возбудителем будет иметь активность относительно своих других болезней. Вот, собственно, в чем будет состоять материал вот этого исследования. И если вам будет в дальнейшем интересно узнать результаты, чем все это закончится, то подпишитесь на канал. Не забудьте, естественно, что под этим видео есть вот такой вот значок, на нем нужно кликнуть обязательно, для того, чтобы иметь возможность в дальнейшем смотреть еще много и много очень и очень интересных публикаций.